МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы понять, что они значат для нас с вами. В студии Виктория Нечаева. Главная тема выпуска. Мы не желаем вам спокойных смен, спокойных дежурств. Мы говорим вам просто. Огромное спасибо и низкий вам поклон. В Брестском горосполкоме прошло участвование медицинских работников. Брест встретил республиканский молодежный проект. Поезд, хэштег «Беларусь», молодцы, натхнение. Участники открыли для себя страницы летописи священной цитадели. Встретились с известными людьми и представителями вертикали власти и открыли арт-объект в городском саду. Огнеборцы, спасатели, защитники. Беларусь отмечает профессиональный праздник пожарной службы. Курс молодого бойца МЧС прошла. Наш корреспондент Анастасия Анастасия Настерин-Плотницкая. В эфире итоги недели. Мы начинаем 2020 год. Кажется, совсем недавно, в первые его дни, мы желали, чтобы он был лучше, чем 2019-й. Но не получилось. Высокосный год принес людям много трудностей, которые тяжело понять и принять. Коронавирус. Это слово еще долго будет восприниматься нами как нечто страшное. Мы ждали статистики от Минздрава. Да и сегодня еще ждем. Мы всматривались друг в друга. Мы боялись за близких людей. Мы научились дистанцироваться. Мы осознали, что такое самоизоляция. Но одновременно мы стали ближе друг к другу. У нас появился вирус другого масштаба. Вирус доброты. Прежде всего, он был диагностирован у медицинских работников, которые вышли на передний фланг борьбы с эпидемией. Они выдерживали запредельные физические, нервные и моральные нагрузки. Рисковали своим здоровьем и жизнью. Мы осознаем, как им было непросто. Но уже сейчас коронавирусная инфекция отступает. А значит, пришло время сказать врачам, медсестрам, работникам скорой медицинской помощи всем спасибо. В Беларуси чествуют и благодарят людей, которые встали на защиту здоровья сограждан. В гурсполкоме Александр Рогащук вручил почетные грамоты, благодарственные письма и денежное вознаграждение 19 медицинским работникам Бреста. Ирина Кузьмич продолжит. Эти обычные, на первый взгляд, люди без колебаний вступили в борьбу с новым вирусом COVID-19. На протяжении долгого времени они, вне зависимости от специализации, включились в эту непростую борьбу и выполняли свой долг с полной ответственностью. И теперь, когда вирус отступает и самое страшное уже позади, время сказать героям в белых халатах спасибо – самое подходящее. 19 медицинским работникам вручали почетные грамоты, благодарственные письма и денежное вознаграждение за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. Награждали как опытных специалистов, так и молодых, которых пандемия профессионально закалила и дала бесценный опыт. Председатель Брестского горсполкома Александр Рогачук, награждая медика, выговорил слова благодарности каждому, но некоторых отметил особенно. Человек, который имеет безупречную профессиональную репутацию, человек, который очень корректно и очень мудро себя повел в период сложных, некоторых моментов, не психовал, не прикрывал там свои какие-то места, чтобы сохранить себя. Человек, который всегда накатил и находит компромисс по всех вопросах, потому что направление очень сложное. Я хочу на него сейчас особенно вас поблагодарить, как руководителя, за ваш высокий профессионализм. И для меня было приятно, а неожиданно, что у вас такой наградкой оказывается, давно не было места. В этой борьбе участвовали все – врачи, медсестры, младший медперсонал. Никто не остался в стороне, у каждого была своя, важная задача, которая вела к одной цели – вылечить и защитить пациентов от инфекции. Они спасали жизни в прямом смысле слова, забыв про себя и свои семьи, ведь многим приходилось буквально переезжать в больницы, чтобы осуществлять дежурство и не нести инфекцию домой. Работать в таких условиях не просто тяжело, а крайне сложно и с психологической, и с физической точек зрения. Даже сегодня медицинские работники вспоминают об этом времени с волнением в голосе. В Политехническом университете в Страхунте нашим приезжали китайские студенты. Они должны были приехать с Китая. Мы уже тогда начали еще в феврале большую работу по предупреждению инфицирования. Вот тогда, наверное, первое, что мы очень много приезжали. Потом тоже, когда уже ближе к Бресту, и жрать уже этот цель, конечно, было сложно. Меньше общались с родственниками, детей не видели, с внуками, такое чувство, какое-то непределенность, незнание вот этой инфекции. Несмотря на то, что есть, и что за собой, ничего не было. Поэтому сегодня было очень приятно, что, в принципе, удалось победиться. Сейчас ситуация постепенно нормализуется. Люди возвращаются к привычной жизни. Но медики продолжают оставаться на посту. Ведь их основная задача – спасать жизни. И они продолжают работать с полной самоотдачей. Все наши коллеги проявили мужество. И мы этот процесс выдержали достойно. Сейчас у нас идет снижение заболеваемости, ковидной инфекцией. Городская больница номер один начала работать в обычном режиме. Осталось работать в режиме приема внимания, пока центральная городская больница продолжает работать. Но поступление сейчас сохраняется такое порядка до 20 тысяч человек везде. И ряд вниманий проходит лечение в поликлиниках наших. Мы тоже их количество небольшое. И с каждым днем, конечно, уменьшается. Обычный режим работы ушел. И мы на выходе. Скоро это закончится. Настоящие герои, которые каждый день совершали подвиг и вступали в борьбу за жизнь и здоровье людей, сейчас с улыбкой принимают слова благодарности и признательности за силу воли и профессионализм. Чествования медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, будут продолжены. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы продолжаем. Сегодня в нашей стране официально стартовала вступительная кампания. Высшие учебные заведения стали принимать документы. Несмотря на то, что сертификаты абитуриентам начали вручать только накануне, желающих зарегистрироваться в первый день оказалось достаточно. Кто-то из молодых людей приехал сделать этот ответственный шаг вместе с родителями, кто-то прибыл в приемные комиссии самостоятельно, но все с самыми серьезными намерениями. Наша съемочная группа побывала сегодня в двух университетах города и пообщалась с будущими студентами. Анастасия Наздрин-Плотницкая продолжит тему. Я поспешила поскорее забрать, чтобы успеть поступить в универ, чтобы ожидать уже, потому что поступление для меня очень важно. А насчет ЦТ, что могу сказать, было сложно, но если готовиться, подготавливаться, заниматься, то, в принципе, можно набрать высокие баллы. Абитуриентка Юлия Децук держит в руке заветные сертификаты. Путь к ним был ответственный и непростой, но результат приятно порадовал. Этого же мнения придерживаются многие абитуриенты, решившие получить свои документы в первый день их выдачи. В целом, централизованное тестирование для региона прошло достаточно успешно. 21 абитуриент достиг планки в 100 заветных баллов. Нарушений не зафиксировано. В Брестской области у нас на сегодняшний момент имеется 21 ступальный результат. Это достаточно хороший результат. Конечно, хотелось бы, может быть, и побольше, но по сравнению с прошлым годом, как говорится, достаточно много. Что касается выдачи сертификатов, я бы хотел нашим абитуриентам и, в общем-то, тестирую вам напомнить, что выдача начинается с 24 июля и продлится в течение двух лет. То есть, не обязательно прямо, скажем, первые дни приходить. Можно прийти и в следующие дни, поскольку подача документов начинается с 25 июля на бюджет и закончится 31 числом, то есть июля. Естественно, вот этот диапазон позволяет, в общем-то, спокойно прийти в спокойной обстановке, забрать сертификат, не нервничать и сразу же пойти в приемную комиссию, отдать документы. Сертификаты тех, кто воспользовался резервными днями, прибудут в город 29 июля. Таких людей в этом году было достаточно. Кто-то не смог прийти из-за болезни, а кого-то, по рекомендации медиков, сняли с экзамена в основной день. Что касается ребят, которые прошли у нас резервный день, то есть их тоже, в принципе, больше 100 человек, они, эти сертификаты смогут получить, опять же, тоже в техническом университете в Бресте, уже с 29 июля, параллельно забрав, соответственно, сертификаты за основной день, ну и, в общем-то, опять же, подать эти сертификаты в приемные комиссии. Первые обладатели сертификатов уже сегодня появились в приемных комиссиях двух вузов города. В Брестском государственном техническом университете только за два часа вступительной кампании документы подали несколько десятков абитуриентов. Как правило, это те, кто давно определился с выбором будущей профессии и уверен в принятом ранее решении. Степы белорусскому прошло успешно, физика, математика чуть были посложнее. В БРГТУ поступаю, потому что давно хотел, еще в школе выбрал этот университет, специальность выбрал осознанно и буду надеяться пройду. В УЗИ в этом году используют новую форму подачи документов посредством личного кабинета. Тем, кто по разным причинам не сможет совершить эту операцию дома, предлагают воспользоваться стационарным устройством на месте. Желающих получить заветный студенческий билет много. Первые часы прошли, мы видим, что все проходит в штатном режиме, люди идут. Система поступления в этом году несколько изменилась, и мы не видим огромного скопления людей на коридоре. Это, в общем-то, наша цель была развести потоки, но тем не менее, если пройтись по университету, в разных местах, где подаются документы, люди есть. По цифрам мы видим примерно те же цифры, насколько можно это за два часа увидеть, которые были в прошлом году. Поэтому мы рассчитываем, что наша новая система сработает, принесет удобство абитуриентам и работникам, какую-то системность в работу добавит. В Брестском государственном университете имени Пушкина в первый день тоже ажиотаж. Кто-то приехал на подачу документов сам, кто-то с родителями. Это важный, а потому волнительный. Перечень факультетов в ВУЗе остался неизменным. Расширился набор специальностей. Популярностью пользуются и новые профессии, и те, что в предлагаемом списке уже давно. Юная поэтесса Валентина приехала из Толина поступать на филологический факультет. Ее мечта – стать учителем словесности. Я просто занимаюсь поэзией, я пишу, я собираюсь издавать собственную книжку, поэтому выбор очевиден. Это вообще волнительно, конечно, но было все как-то хорошо организовано, и все социальные дистанции соблюдались. Первый день, наверное, чтобы отстреляться сразу и потом уже спокойно сидеть дома. В этом году в Пушкинский университет примут более тысячи первокурсников. Каждого здесь готовы проконсультировать по волнующим вопросам. Мы соблюдаем все правила социального дистанцирования в настоящее время. И то, что абитуриенты пришли в наш университет, я хочу сказать, что они сделали правильный выбор. Первое. А второе – количество мест, которые в этом году будут свободны для конкурсного отбора. Мы будем набирать 1093 студента на первый курс, из них 496 на бюджетную форму обучения и 597 на платную форму обучения. Подача документов стартовала сегодня и продлится до 31 июля включительно. Анастасия Назарин, Плотницкая, Павел Малышинок, Эдуард Буковлевич, Александр Макаревич. Итоги недели. Да, время сейчас напряженное как для поступающих, так и для тех, кто продолжит обучение в школах. К первому сентября готовятся дружно школьники, родители, учителя. В учреждениях образования проводятся необходимые работы, чтобы получение знаний проходило в комфортных условиях. Ближе к концу июля работы по подготовке школ, гимназий, лицеев и детских садов к новому учебному году, как правило, выходят на финишную прямую. Мониторинг показал, практически все учебные заведения города над Бугом в эти дни завершают строительные и ремонтные работы. Учитываются нормативные требования и, конечно, финансовые возможности, а потому важна поддержка спонсоров, инициатива родителей и креативность учителей. История появления гимназии номер один на карте Бреста начинается в далеких 40-х. И за долгое время своего существования это учреждение образования успело зарекомендовать себя как настоящая кузница отличников и медалистов. Здесь обучение проходит более 700 учеников. Одна из главных задач педагогического коллектива – качественное полноценное знание. А для того, чтобы ученики получали их в комфортных условиях, осуществляется ремонтная работа для поддержки внешнего и внутреннего вида здания. Каждый кабинет, полы, стены, батареи. Ну, в общем, все то, что нужно для ремонта. Все сделано. Кроме вот осталось три кабинета здесь на первом этаже, потому что сюда не можем спуститься. Здесь очень много пыли еще. Просто не можем здесь работать. А вот эти работы, которые у нас ведутся, капитальные две лестницы, они немножко позже начались. Мы меняем там все. Оббиваем стены гипсокартоном, шпаклюем под покраску красивую, плитку меняем. Гимназия номер один держит высокую планку и в плане знаний, и в плане эстетического вида. Школы Ленинского района тоже стараются не отставать. Подготовка кабинетов, спортивных залов, коридоров идет полным ходом. Ремонтные работы начались не как обычно. В этом году в средней школе номер 18-летнего лагеря не было. А значит, появилась возможность развернуть ремонт раньше. Директор делится качественными преобразованиями, среди которых выделяет кабинет обслуживающего труда. Кабинет – самое большое в учреждении образования, и на сегодняшний день он, наверное, один из последних, где необходим уже был качественный ремонт. Поэтому очень долго мы откладывали, потому что это большие финансовые вложения. Но в этом году именно мы уже поставили себе планку такую, что, наверное, мы все финансовые, все деньги, которые мы накопили, за год вложим сюда. Объем работы, вы видите, достаточно большой, 70 с лишним квадратных метров. Полностью мы здесь обновили стены, покрыли декоративной штукатуркой. Полностью поменяли потолок, освещение, положили новую плитку. Ну вот остались, буквально вчера уже ушли рабочие, остались у нас уже здесь такие мелкие работы. В глубине микрорайона «Восток», а это учреждение образования Московского района, расположен детский сад номер 39, где тоже проводят ремонтные работы. Здесь красоту и уют создают творческие и креативные воспитатели, сотрудники технического персонала. Из обычного дворика они сделали место, где хочется задержаться. Клумбы и цветники органично вписались в ландшафт. Кардинальное преобразование произошло в одной из групп. Здесь был проведен капитальный ремонт, заменены окна и пол. Во многом благодаря спонсорской поддержке. 1 сентября в саду заработает интегрированная группа. Вместе с обычными детьми сюда придут малыши, имеющие особенности психофизического развития. Интеграция – это очень востребована сейчас группа, которая помогает детям с особенностями психофизического развития адаптироваться. Это социализироваться в пространстве. И, конечно, такой двоякий процесс, когда нужно и детям подготовиться к поступлению и к общению со сверстниками более здоровыми. И нам подготовиться к открытию этой группы, подготовить и группу, и укомплектовать кадрами необходимыми. Поэтому, в принципе, мы в процессе, но уже готовы практически. Актовый зал средней школы номер 28 уже практически готов встретиться с учениками. Он стал светлее и просторнее. Работы провели во многом своими силами. Мы запланировали в этом году капитальный ремонт актового зала, это как основа. И несколько кабинетов учебных, тоже как в стандарте мы делаем. То есть полная замена покрытия стен, ремонт покрытия пола. Естественно, наведение порядка, косметический ремонт по коридорам, спортивным залам, столовой, ну, другим учебным помещениям, помещениям школы. Работы ведутся как за счет средств бюджета, небюджетных средств и спонсорских средств. Бюджетные средства нам позволили к новому учебному году изготовить проектно-сметные документации пищеблока средней школы номер 23 с последующим проведением там капитального ремонта. И проектно-сметную документацию на установку лифта в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА. Кроме того, бюджетные средства это и ремонт кровель, и фасадов, и благоустройство территорий, которые мы сегодня видели с вами, когда проезжали по отдельным учреждениям образования. Будем стараться для того, чтобы наши дети, наши родители с 1 сентября вошли в комфортные, уютные, безопасные учреждения образования. Каждое из учреждений образования Ленинского и Московского районов постарались привнести в ремонт что-то новое. Где-то идеи поддержали спонсоры, где-то инициатива исходила от родителей, где-то и сами педагоги были готовы подрутиться на благо родной школы или детсада. Завершить большую часть работ планируется в первую неделю августа. Тогда же и начнутся проверки комиссиями для получения паспортов готовности. Больше как важного, так и интересного в программе «Итоги недели» далее. Развитая торговля. В наше время это понятие не помещается в узкие рамки. Только продать. Сегодня сфера торговли – одна из главных составляющих успешной экономики. В приоритете как продажа товаров и услуг за рубеж, так и внутри страны, где существует свой туристический поток. Конечно, пандемия внесла свои корректировки в работу отрасли, однако город живет и продолжает развиваться. Сегодня в центре внимания работников управления торговли несколько направлений. Расширение сети магазинов шаговой доступности, помощь в становлении тем предпринимателям, которые создают в областном центре многопрофильные площадки, включающие в себя не только продажу кофе или кондитерских изделий, но и рекреационные зоны. И, конечно, поддержка и популяризация национальной кухни. О том, как эти направления сосуществуют, мы решили вам рассказать в преддверии Дня работников торговли, которые отмечаются в эти выходные. Свою маркетинговую параллель провела Анастасия Наздрин-Платницкая. Один из лучших способов познакомить человека с культурой – это угостить его блюдами национальной кухни. А если антураж аутентичный и гостеприимство искреннее, то душа народная раскрывается еще больше и шире. Кафе «Свояки» – один из успешных примеров того, как можно развивать бизнес с национальным колоритом. Только из картофеля в меню более 15 блюд, и каждая достойна особого внимания. Качественная национальная кухня – одна из важных составляющих туристического потенциала региона. Сыт – значит доволен. Принцип наших предков, которые испокон веков закладывали традиции почитания гостя и уважения его мнения и вкуса. В «Свояках» это понимают, поэтому здесь ставка на то, что отличает белорусов от их славянских соседей. «Направленность была выбрана неспроста, во-первых, потому что это наша родная кухня, а во-вторых, что она, скажем так, нераскрытая. Хотелось бы, чтобы наши горожане и гости нашего города знали больше историю наших блюд, нашей кухни, приходили к нам, пробовали. Картофельную пиццу мы предлагаем с удовольствием, мы ее с удовольствием кушаем. Традиционные блюда, такие как мочанка, веричака». Руководство города, понимая ресурсную составляющую экономического потенциала, еще в начале 2000-х взяло курс на развитие широкой линейки общепита. Поэтому параллельно национальной кухне в городе развиваются и другие направления торговли. Сеть кофеин «Параграф» родилась из желания создавать свой белорусский бренд. Это в некотором роде ответ известным «Старбакс» и «Данкин Донатс». «Те, кто мы есть на самом деле, мы как собственники у руководителей команды, которая работает. Она передает свои эмоции, свои переживания. Поэтому я не думаю, что «Параграф» – это кто-то один. В первую очередь, это люди, которые здесь работают. У нас есть люди, которые работают с самого начала. Команда, которая, в принципе, создает все, что у нас есть. Это производство, которое делает десерты, они это делают судьбовой душой. Это люди, которые варят кофе, которые, в принципе, постоянно в этом совершенствуются. Я не думаю, что все люди всегда обреждают за кофе. Надо быть честным. В первую очередь, люди всегда обреждают за атмосферу и за тем состоянием, которое ты здесь получаешь. Это спокойствие, умиротворение, это хорошая энергетика. Сказать, что сеть кофеин «Параграф» пользуется популярностью, значит не сказать ничего. Сегодня здесь можно встретить людей разного возраста, желающих в уютном месте провести хороший вечер или встретить бодрое утро. Хорошо у нас прижилась, устроилась и позиционируется сеть кофеин «Параграф», которая может развиваться и без алкоголя, что сегодня, скажем, крайне сложно. Сегодня в городе таких пять кофеин, и работают они достаточно, скажем, с высокой культурой обслуживания и пользуются у покупателей хорошим спросом. В условиях пандемии многие отказались от посещения кафе и ресторанов, закупаясь несколько раз в неделю в супермаркетах и магазинах. Сегодня их ассортимент достаточно широк, причем не только в центральной части Бреста, но и на окраинах. Буквально неделю назад в микрорайоне Речица появился магазин шаговой доступности «Санта», что для многих местных жителей стало серьезным подспорьем в выборе, куда отправиться за продуктами и товарами первой необходимости. Магазин пользуется очень большой популярностью среди жителей района, так как здесь представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, продукции собственного производства, хлебобулочных изделий, мясо-мясных полуфабрикатов. И здесь на месте мы можем приготовить самую вкусную пиццу. По сути, каждый из нас каким-либо образом связан со сферой торговли. Среди нас есть и продавцы, и покупатели. В условиях конкуренции рынок постоянно претерпевает многочисленные изменения. И те, кто реализует товар или услугу, зависят от своего умения лавировать. Поэтому в преддверии дня работника торговли – самые важные слова от тех, кто находится у руля этого направления в городе. В преддверии данного праздника хочу поздравить всех работников отрасли с профессиональным праздником. Пожелать им прежде всего крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». Республиканский молодежный проект «Поезд. Хэштег Беларусь. Молодь. Натхнение» стартовал 18 июля в День молодежи на 29-м фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Участниками проекта стала молодежная команда, в состав которой вошли около 100 человек из всех уголков страны. Студенты – представители трудовых коллективов IT и блога сфер молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. И на этой неделе все они посетили Брестский регион, смогли открыть для себя страницы летописи «Священные цитадели», окунуться ближе в молодежную политику в рамках встреч и открытых диалогов с известными людьми и представителями вертикали власти и даже открыть свой арт-объект в городском саду. О планах и перспективах амбициозного и интересного поколения подробнее в нашем следующем сюжете. Команду творческих и активных ребят, которые на момент визита в Брест уже посетили Витебск, Шклов, Могилев, Гомель и Пинск встретили не только с хлебом, солью, но и с особым радушием и гостеприимством. На перроне гостей приветствовал настоящий оркестр, что делало мероприятие еще более торжественным. В составе около сотни юношей и девушек из разных уголков Беларуси. Это талантливые учащиеся студенты, ученые, спортсмены, работающая и сельская молодежь, участники студотрядовского движения, волонтеры, все те, кто не представляют свою жизнь без активности и творчества. Кто еще может гордиться такой возможностью попутешествовать по всей стране? Мы, как так называем, это кругосветка, потому что мы объезжаем абсолютно все областные центры нашей страны, а также крупные города, и это просто невероятно, потому что, ну это правда, вау, у тебя переполняют эмоции, вы посещаете кучу мест, и они все останутся в нашей памяти надолго. Город Брест, он тысячелетний город. Я думаю, что молодежи Республики Беларусь будет полезно побывать в нашем городе, взять от города Бреста самые полезные и ценные наши традиции, и в последующем переезжать и посещать наш красивый туристический город. Визит участников поезда в наш областной центр состоялся в преддверии 76-й годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Символичная дата стала еще одним поводом, чтобы начать маршрут с возложения цветов к монументу «Мужество в крепости». Сегодня имена этой молодежи предстоит быть достойными преемниками воинов-освободителей, чей подвиг не будет забыт. Имена белорусских героев наполнили большое полотно, которое также теперь путешествует по стране. В каждом городе, областном центре, в котором мы останавливаемся, мы посещаем мемориальные комплексы, знаковые для нашей страны, потому что наша молодежь помнит, и мы гордимся. 9 мая на параде молодежью нашей страны, Белорусского республиканского союза молодежи, было пронесено полотно «Беларусь помнит». Этот проект, он стартовал в 2019 году, когда у нас проект «Марафон-75» проехал по всей стране и собрал сведения о героях Советского Союза. И теперь они все на полотне. Поэтому наша цель, чтобы данное полотно побывало в знаковых местах, в знаковых мемориальных комплексах, и по итогу оно будет передано в музей Великой Отечественной войны. Обойти тему патриотизма в рамках открытого диалога, который прошел на территории крепости, было бы неправильно. Защитники Цитадели были и будут главным примером для многих поколений. Своим мнением на эту тему делились и спикеры, и молодежь. Это то, когда мы помним, чтим то, что нам осталось от тех людей, которые защищали нашу родину. И то, когда мы даже вот идем по улицам, посещаем города, внутри захватывает дух просто, что это все наше, это наша родина, это наша страна. И ты прекрасно понимаешь, что ты можешь ходить по этой улице и радоваться этому. И в моем понимании вот это вот настоящий патриотизм, когда ты за свою родину, когда ты за тех людей, которые защищали ее. Говорили и о патриотических проектах, центральным из которых был обозначен пост памяти. Вчера, сегодня и будет работать по ряде долгой пост памяти, имеющей колоссальную историческую, будем так говорить, ретроспективу. Это единственный пост памяти на постсоветском пространстве, который не прекращал свою работу никогда с момента основания. Молодые люди были впечатлены нашим городом. Им нравится все. От системы экономического регулирования до большого туристического потенциала. И логичным стал вопрос о том, как пережил город пандемию. Все здесь участники молодежного поезда видели, насколько у вас красивый, ухоженный и гостеприимный город. И мы уверены, что при закрытии границ нашими соседями ваш туристический потенциал немножко все-таки пострадал. Скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с туристическим потоком? Увеличился, уменьшился? Либо, может, вы ждете наплыв вот прям вот сегодня-завтра туристов? Действительно, город Брест является туристическим городом. И мы, если сравнивать аналогичные периоды прошлого года, полугодия 19-го года и 20-го, то мы потеряли большое количество туристов, в том числе иностранных туристов, которые приезжали в город Брест по безвизовому проекту Министерства иностранных дел и Министерства спорта и туризма. То есть, если сравнить аналогичный период, то я скажу, наверное, приблизительно в прошлом году это было 35 тысяч туристов, да, посетивый город Брест, то в этом чуть больше 9 тысяч. Ну, конечно же, по такой же причине страдает ресторанный бизнес, да, страдает гостиничный туризм. Вот у нас 25 гостиниц в городе. То есть, ну, это заметно. Но, слава Богу, мы идем вперед, меняется ситуация, которая вызвана природой, да, то есть, поэтому я думаю, что потихоньку мы восстановимся, и все будет хорошо. Поднятых тем получилось достаточно много. Общение прошло в формате реального активного диалога, которым остались довольны все участники встречи. На самом деле, ребята очень активные. Видно, что это уже сплоченная команда, они уже в пути там 4 дня. И на самом деле, очень плотно, плотность вопросов очень большая. Интересные вопросы, потому что мы затронули вопросы и волонтерства, кто такой волонтер, и патриот. И видно, что эти ребята, именно действительно патриоты нашей страны, они, условно, за то, что происходит в нашей стране, в плане того, что они любят свою страну. Они объехали очень много городов уже, они увидели, насколько наши города все красивые. Конечно, все отмечают различные фишки в своих регионах, но на самом деле мы уже ощущаем, что мы, Брещане, покорили их все-таки своим городом, так как мы относимся к городу, к патриотическим чувствам, к своему городу. А продолжила большую программу церемония открытия молодежной лавочки в городском саду. Мы сделали это вместе. Символичная надпись, словно напоминание о проекте, который удается реализовать общими усилиями. Также вместе необходимо создавать и другие, не менее важные программы, призванные сделать жизнь Беларуси интереснее и лучше. Это уникальный проект. В этом проекте мы не только получаем яркие эмоции, мы не только знакомимся с архитектурой города, с известными людьми и прочее. Самое главное то, что мы в этом поезде объединились, мы нашли общие идеи, общие цели, общие проекты, к которым мы идем. И именно здесь, именно сейчас мы сами пишем свою историю, историю молодежи Беларуси. И мы имеем право высказаться, мы имеем право быть услышанными. И мы можем показать, что мы старательные, мы можем сберегать, мы можем удивлять, мы можем передавать. И привлекать общественность, показывая то, что молодежь Беларуси – это великая сила. Маршрут творческой молодежи огибает почти всю республику. После Бреста в большой карте путешественников Гродно и Молодечно. А завершился проект сегодня, уже в столице. Журналистские будни, наверное, одни из самых интересных. Вы спросите, почему? Да потому что именно представителям СМИ. Для того, чтобы сделать хороший репортаж, на протяжении недели приходится перемирять на себя десятки разных, порой даже самых противоположных профессий. В преддверии дня пожарной службы наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая, под чьим авторством на протяжении нескольких лет выходила программа «101 на связи», решила испытать на себе, что такое быть настоящим спасателем. Ее курс молодого бойца прошел на базе пожарной аварийно-спасательной части номер 5 Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Что из этого получилось, смотрите прямо сейчас. Часто мы можем слышать о том, что работа спасателей сложная, непростая и очень ответственная. Однако, представляем ли мы, как это выглядит на самом деле? В преддверии дня пожарной службы мы решили на один день окунуться в эту интересную жизнь. Пожарная аварийно-спасательная часть номер 5 – одно из подразделений большого комплекса МЧС, функционирующего на территории республики. Брестский район достаточно большой, поэтому для более эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в составе подразделения существует несколько постов. Основная, конечно же, зона обслуживания – это территория Брестского района. Но, согласно плану привлечения и силы средств, наше подразделение выезжает на ликвидацию и проведение аварийно-спасательных работ и на территорию Жабенковского района, города Бреста, Каменецкого района, Малорицкого района. Поэтому мы не ограничиваемся только Брестским районом. По состоянию на сегодняшней числе на территории Брестского района зарегистрировано 43 пожара, от опасных авторов которых погибло 3 человека. Основная причина возникновения пожаров – это же, конечно, беспечное отношение граждан к собственной безопасности. Как правило, неосторожное обращение с огнем – это практически 85% причин возникновения пожара. Да, цифра внушительная. Теперь становится более понятным, для чего спасателям такая серьезная подготовка. Предугадать, какие навыки будут особенно необходимы в той или иной ситуации, просто невозможно. Рассмотреть, изучить и определить качественный механизм взаимодействия – вот что лежит в основе подготовки. В комплексе у нас есть дымокамера, теплокамера, где проходит, соответственно, подготовку и обучение наших специалистов-спасателей. Есть ФОК, есть спортивная площадка, где мы в спортчасы проводим спортивные мероприятия, играем в волейбол, в теннис. Сила, ловкость и выносливость развиваются именно благодаря занятиям спортом. Однако в основе основ – теоретические инструктажи. Тема сегодняшних занятий – изучение особенностей боевых действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций в парильных отделениях, в планах, в саунах с учетом особенностей их строения. Выбранная для лекции тема – результат жизненного опыта. Выезжать на ликвидацию таких чрезвычайных ситуаций спасателям пятой части приходится нередко. Задача, которая ставится перед сотрудниками МЧС – не только спасти пострадавших и имущество, но и самим не стать жертвой. Не последнюю роль в этом деле играет скорость выполнения всех манипуляций, в том числе и правильное одевание. Боевая одежда пожарного спасателя предназначена для того, чтобы защитить пожарного спасателя от вредных факторов пожара, то есть таких как дым, огонь. В первую очередь мы одеваем штаны. Конечно, скорости моего одевания позавидовали бы девушки, но не спасатели. Навыков пока недостаточно. Куртка, ремень, головной убор – честно говоря, задача не из простых. По многому из-за веса. Еще без баллона она составляет порядка 15 килограмм. Общий вес головой одежды в районе 15 килограмм. Аппарат, который также вес 15 килограмм. То есть в общем 50 килограмм. И с таким весом на себе нужно еще оперативно запрыгнуть в автомобиль. Сегодня автопарк части оснащен всем необходимым. Техника достаточно современная и маневренная. Но идем дальше. Следующий этап, который очень важный в подготовке спасателей – это, конечно же, тренировка в базе в дымокамере, дымотеплокамере. Наличием на своей базе такой учебной площадки могут похвастаться не все подразделения. Практические занятия в условиях, приближенных к реальным – это большой тренировочный бонус. Предварительно проверяем аппаратуру. Давление. 290. После чего делаем 2-3 вдоха для проверки легочного автомата, чтобы понять, что поступает баллон. Баллон на выдоха. Также папа на выдоха, чтобы понять, что углекистый газ уходит. Да. Делаем. Крепкие мужчины помогают затягивать на спине баллон, надевают на лицо маску. В такой команде идти в условный огонь точно не страшно. Учебная задача – найти в горящей комнате пострадавшего. Место, где он будет лежать, неизвестно. Команду дает командир, дальше работа идет в связке. В этом упражнении можно прочувствовать изнутри всю сложность профессии. И это получается. Голос диспетчера вызывает команду спасателей. В районе зарегистрирован пожар. Людям нужна помощь. Считанные секунды и команда уже в пути для того, чтобы спасать тех, кто оказался в беде. Свою работу эти люди в погонах выбрали по зову души. Практически каждый день они рискуют собой. Но спасают десятки, сотни тех, кто пренебрег своей безопасностью. И в праздничный день хочется пожелать им в первую очередь, чтобы количество выездов равнялось количеству счастливых возвращений домой. К близким и родным. С праздником, дорогие спасатели Брещины. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизни всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно, нашим корреспондентам звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я, Виктория Нечаева, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова